Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех. Дома из камня. Мы продолжаем строить фундамент для каменного дома. В этом проекте фундамент состоит из двух частей. Бетонный каркас и каменная черновая кладка до уровня земли. Прежде чем мы начнем облицовку бетонного каркаса, нам необходимо все закидать жидким, крепким раствором. То есть пропорции, приблизительно, если это 500-й цемент, 1 к 4-м, 1 к 3-м. Перед нашей работой покрыли бетонный каркас определенной жидкостью, которая не пропускает влагу. В этом мешалка дизель, которая работает безотказно. Закидываем и потом уже начинаем класть камень. Закидка необходима для того, чтобы получился монолит между камнем и бетоном. Для того, чтобы все это соединить, скрепить. Если нет закидки, не чепляется хорошо к бетону. Поэтому сперва делаем закидку, а потом уже кладем камни. Мы собираемся это закончить за 4 дня. Посмотрим, может быстрее получится. Эта кладка будет зарыта в земле. Ее никто не увидит. Даже не будем защищать. Если вы посмотрите сверху на эту работу, все раствором забутовывается по полной. Черновая кладка. Вот это и есть черновая кладка. Есть такие облицовочные дворы, наподобие вот этих черновых кладок. Такие кладочки смотрятся очень хорошо. Очень быстро, экономично и хорошо. Потому что у меня работают сейчас самые лучшие. Лучшие профессионалы. Лучшие мастера. Здесь еще один мастер. Еще один прорыв вперед. Сейчас я начну класть уже. Определил с утра работу. И даже мои деды, которые вместят раствор, они лучше молодого парня. Потому что у них больше силы, у них больше потужности. Они работают как волы. И раньше я нанимал людей, брал молодых парней, думал, за ними будущее. Нет. В каменном деле нужно иметь со стариками, с дедами. Потому что они сильнее любого молодого парня. А ну, скажи слово, Рифат. Скажи, как все галимо, как вы меня все задрали, как все это самое неправильно и нехорошо, несправедливо по отношению ко мне. Да. Ужасно красиво все. Все нормально, все хорошо. Рифат, что на камеру ничего не говорит, но вот так иногда сам про себя думает. втягивается, втягивается, не знает, как втянуться. Ну, я говорю всегда ребятам, три месяца надо втягиваться. А они только на три месяца иногда приезжают. Завозим камень. Отлично. 32 евро за тонну. Этот 24. Теперь мы выступаем в технической части и мы покажем вам технологию черновой платки. Для черновой платки не нужно хорошо обрабатывать камень. Да, даже так, если где-то какие-то заборы, если вы внимательно смотрите, мастера не сильно стремятся их обрабатывать. Просто в данный момент необходимо, чтобы была нижняя плоскость, то, на что вы ставите камень и верхняя плоскость, чтобы каменный забор или каменная в данный момент облицовка была устойчива. Вот на что нужно обращать внимание. То есть, даже самой кувалдой, работая, можно создавать определенные камни, из которых можно строить черновую облицовку дома. Или просто заборы строить, как черновые, так и обыкновенные заборы. Что касается хвостовой части облицовоченного камня на черновой платке, их не нужно сразу подгонять. Если у нас 35 сантиметров, этого достаточно, чтобы наши камни становились, и практически редко, когда приходится облицовывать, потому что 35 сантиметров это хорошее расстояние для каменной кладки, все это забутовывается. И если где-то какой-то хвост остался в камне, его просто на ходу сбиваешь и вперед. Обязательно перевязка, обязательно камни должны становиться вглубь, а не просто вертикальщину налепили, залили там раствором, все, и все этим довольны. Нет, черновая кладка, она так же сама делается, как и хорошая кладка. Это просто мы меньше обрабатываем наши камни. Мы их практически не обрабатываем до такой точности, чтобы это были уже квадратики, мы просто их обрабатываем, чтобы они хорошо клались на свое место, то есть нижняя плоскость и верхняя плоскость, ну и естественно лицевая. На лицевую сторону никто уже не будет обращать внимание, так как вся эта кладочка она будет зарыта в землю и потом ее видно не будет. просто она будет держать каменный дом. По проекту, когда мы закончим нашу кладочку, будет есть всеобразная пленка и потом уже будет делаться дренаж, засыпаться вокруг копьями, просто засыпаться, а выкладываться, чтобы создать хороший дренаж, чтобы он работал, чтобы вода уходила, а не заставилась. облицовку бетонного каркаса мы производим по кругу, для того, чтобы создать мощное движение, не просто выгнать одну сторону 2 метра и все. Скажем так, 50-70 сантиметров выгоняем и идем дальше, чтобы наша стена успевала хорошо засохнуть, и создан был достоин плод для хорошего каменного фундамента, для того, чтобы верхний камень стоял и чувствовал себя надежно. Потому что каменный дом является вашим уровнем в вашем обществе. И если кто-то удивлял кого-то когда-то своими машинами за 150 тысяч так я думаю что вы удивите мир когда вы начнете строиться от миллиона вот это будет удивление для ваших близких потому что каменное строение придает вашему дому вашему авторитету уровень и я думаю что состоятельные люди друг перед другом хотят быть лучше так вот возможность построить каменный дом наши специалисты сделают это быстро качественно и хорошо и хоть здесь жестко и напоминает древний Рым но у нас идет процветание и определенная гармония потому что мы знаем чего хотим друг от друга мое дело уважать их их дело делать так чтобы не огорчить ни меня ни заказчика все работаем а ваше дело процветать в своем обществе и вот подумайте с кем вам иметь ваше дело кто вам будет строить миллионные дома кто вам будет делать лучшие проекты эксклюзивные проекты задайте себе вопрос и мы на них ответим все стройте из камня подписывайтесь на канал ставьте лайки мы ждем ваших писем мастера зарабатывайте на камне и мы для вас будем делать видео уроки для того чтобы вы зарабатывали правильно и хорошо что что вы Продолжение следует...